Дорогие друзья, всем привет! Давайте сделаем обзор на SPL новинку DL Audio серия Gryphon Pro 165 Neo. Да, неодимовый магнит, давайте разбираться, смотреть что в коробочку положили. Первым делом нас там встречает естественный гарантийный талончик вот такого формата, вонючка одели, наклейка одели, они любят всяких мелочей положить, и дальше идут сами динамики. Выглядят они следующим образом. Сразу же видно стандартное оформление одели, черные и оранжевые цвета, целлюлозный диффузор, целлюлозный колпак, целлюлозная губа, однако с добавлением некого мягкого сеточного материала. Далее стальная штампованная корзина, терминалы зажимные, что очень удобно, дели это любят, это реально удобно, очень компактный неодимовый магнит. Ну и подводяжки вклеены в центрирующую шайбу. Далее по характеристикам. Эти ребята спокойно переживают мощность 80 ватт, они играют от 95 до 14 тысяч герц и чувствительность у них 97 и 8 децибел. Это очень много, если учитывать, что это по факту бюджетный ценовой сегмент, который не говорит, что он SQ или Strada. Посадочная глубина у этих динамиков всего 61 миллиметр. Это очень мало, тем более для такой мощности и для такого качества звучания и громкости звучания, вы это еще услышите на тесте. Кстати, зачем просто говорить? Вот сравнение. В ряд стоит штатная акустика от Toyota, Gryphon Pro 165 Neo и Gryphon Pro 165. Прошки Neo очень мало отличаются по форме магнита и по размерам от стандартной акустики на Toyota. В остальных компаниях автомобильных, как правило, используется примерно такого же форм-фактора акустика в штатных системах. Соответственно, они очень хорошо туда залетят. Да, через усилитель будут загадать еще лучше, еще ярче, еще раскрытие. Ну, кстати, давайте сравним Gryphon Pro 165 Neo и Gryphon Pro 165. Посмотрим, в чем же разница, стоит ли доплачивать эти две тысячи рублей, на которые они отвечают. Поехали! Поехали! Ребят, прослушали динамики, что можно сказать? Динамики на Neo Magnite звучат, во-первых, намного громче. Это реально заметно с первых секунд, и мы послушали, вне теста, на разных композициях, на всех композициях, и в плане низких частот, ну, относительно, и в плане высоких и средних, они везде звучат намного громче. Далее, на средних частотах Neo, ребята, опять же, намного ярче звучат. То есть голос не пришиблен чем-то, он открыт, он яркий, он интересно звучит. Плюс к этому, что очень важно, он звучит намного натуральнее, в отличие от обычных прошек. Так что две тысячи доплаты за вот эти вот динамики относительно обычных прошек на самом-то деле стоят того. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, выбирайте себе качественную акустику.